И сегодня по Гагарине и Шевченко прошли военные. Маршировали военнослужащие 28-й мехбригады и школьники по случаю успешного завершения очередной ротации личного состава из района проведения операции объединенных сил. Тех, кто не вернулся с востока Украины, почтили возложением цветов камню на месте будущего памятника героям небесной сотни и мемориалу погибших воинов в зоне АТО. Сьогодні особовый склад бригады в количестве 200 человек проходят урочистою ходою, чтобы сгадать, положить квти нашим загиблим воинам, показать общество, что армия есть, и она будет защищать всех вас и в подальшем, сегодня и в подальшем. Генерал Хорунжий Юрко Тютуник, который участвовал в зимовом походе первому и командовал армией УНР в другом зимовом походе, сказал наступное. Любить Украину, держите порог сухим. Чи варто було боротись? Так. Адже нічого не варта та идея, за якою никто не хочет встати, идти проливати кров. После Революции Гидности Украина встала. А вы, воины бригады, защищаете ее честь, на сходе Украины проливаете кров. В мероприятии приняли участие старшеклассники четвертой школы и седьмой гимназии. Дети подготовили сладости для военных. Пришел вшанувати память героев. И еще я хочу сказать, что я из восьмого А-класса. И я считаю, что их смерть не будет забутою. Они склали свое життя за нашу страну, за нашу величину страну, за ее волю, за ее людей. И это первое. И я считаю, что это должен знать каждый. В этом году на 20% увеличились компенсации выплаты воинам и ветеранам АТО. Об этом сообщил вице-губернатор Виталий Свичинский. Также, по его словам, было принято решение о предоставлении разовой помощи в размере 10 тысяч гривен семьям пленных военных моряков. В этом году мы увеличили практически все программы социальных выплат для всех категорій, в том числе и военнослужащих, которые воевали в антитерористической операции. В том числе, мы на последней сессии приняли решение о выделении материальной помощи родинам военнослужащих, которые на сегодня на Раде находятся в Российской Федерации. Это те моряки, которые попали в полон. Продолжение следует...